МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкаля на канале Ангара Медиа. С вами Надежда Фролова. О росте кибератак на компании заявили в полиции. Регулярно фиксируют случаи хищения денег дистанционным способом у граждан. И криминальные схемы постоянно меняются. Отмечается, что за последние пять лет количество киберпреступлений выросло в два раза и составляет треть от всех зарегистрированных правонарушений. Также правоохранители рассказали, звонки мошенников в основном поступают россиянам из колл-центров, которые находятся на Украине. Научить школьников безопасности жизнедеятельности – такова одна из целей волонтеров «Движение первых». Проект был запущен в этом году, и Ангарск принял в нем участие. С учениками начальных классов пообщались представители разных структур. Приближаются зимние каникулы. Школьники нередко будут проводить свое свободное время на улице. Играть на природе, кататься на горках и коньках, запускать с родителями салюты и являться активными участниками дорожного движения. Чтобы уменьшить случаи травматизма среди несовершеннолетних, волонтеры «Движение первых» запустили проект «Безопасность детей и молодежи». В его рамках в школе номер 4 прошел квест на знание безопасного поведения дома, на улице и в общественных местах. Квест состоит из 8 станций. Это безопасность на воде и на льду, пожарная безопасность, пожарный доброволец, безопасность на дорогах, основа безопасности через недеятельности, информационная безопасность, правовая безопасность. С нами сегодня сотрудники прокуратуры города Ангарска, инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции номер 1 города Ангарска. Все люди, которые о безопасности знают лучше всех, сегодня они у нас работают на станции. Учеников третьих и четвертых классов поделили на команды. Им предстояло соревноваться друг с другом и отвечать на вопросы быстрее своих товарищей. Несмотря на юный возраст, ребята без труда называют основные правила дорожного движения. Обещают не выходить на лед без взрослых, а на станции интернет-безопасность рассказывают, как отличить полезные ссылки от спама. Дети часто не осознают, сколько опасностей их может поджидать в интернете. Это и спам, и мошенничество, приглашение в какие-то группы, которые могут негативно влиять на детей. Это могут быть вирусы, это могут быть интернет-буллинг. И обо всех этих опасностях мы сегодня поговорим. В том числе дети должны знать правила поведения в безопасности, пользование своим смартфоном, выхода в интернет-сеть. А что-то, чего они не знают, мы сегодня им и расскажем. Проект «Безопасность детей и молодежи» только заработал в Ангарске. Уже в ближайшее время планируется проведение подобных мероприятий в школах номер 40 и 21. Ксения Высоцкая, Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск. Единый стандарт безопасности школ и детсадов ведут в стране. По мнению экспертов, охрана любого объекта, а тем более здания, где находится много детей, требует не просто наличия тревожной кнопки, а комплекса инженерно-технических средств и систем. Также отмечается, что охрану детских садов, школ и средних учебных заведений хотят поручить Росгвардии. Не переключайтесь, далее немного полезной рекламы. Курорт Усолье приглашает отдохнуть всей семьей по путевке выходного дня. Вас ждут уникальные оздоровительные программы, бассейн, сауна, душ, шарко, аква-спа и еще много-много полезных процедур. У нас комфортные номера и очень вкусная еда. Курорт Усолье. 8-924-602-1414. Ваш любимый супермаркет для уюта и достатка в доме. Мясная, рыбная продукция, деликатесы и полуфабрикаты. Напитки со всего мира, овощи и фрукты свежего урожая. Бытовая химия, игрушки и свежие цветы. Тысячи наименований любимых товаров. Супермаркет «Любимый». Ежедневно, каждые полтора часа, замешиваем тесто, придаем форму и выпекаем сладкие и сытные пироги. Пекарня «Булочка». Свежая выпечка для любимых ангарчан. Декабрь – самый затратный месяц в году. Таковы данные статистики. Нужно накрыть новогодний стол, купить подарки, не забыть побаловать себя. Сберечь семейный бюджет помогает магазин «Доброцен». Туда уже завезли все для празднования. Магазин «Доброцен» открылся в Ангарске два года назад и сегодня пользуются все большей популярностью. Люди идут сюда, чтобы выбрать подходящий, недорогой, но качественный товар. Одна из причин таких цен – отсутствие деления на торговый зал и склад. Все находится в одном месте. А это сказывается на стоимости товара для покупателей. Ассортимент в «Доброцене» достаточно широкий, купить можно практически все. К тому же в преддверии каждого сезона в магазине появляются тематические товары. У нас очень большой ассортимент бытовой техники, также товаров повседневного спроса, огромный ассортимент новогодних товаров, украшения на елку. Подарки для детей, очень хорошие наборы игрушек, сладкие подарки по социальным ценам. То есть любой покупатель может найти для себя все, что ему понравится. Большой ассортимент посуды к новогоднему столу, бокалы. То есть любой покупатель может найти для себя в нашем магазине тот товар, который ему понравится по душе, приобрести для себя и также подарить близкому. «Доброцен» предоставляет своим покупателям возможность собрать богатый стол на Новый год по приятным ценам. Здесь есть для этого все овощи, фрукты, напитки, сыры и соусы. Особенно полюбились ангарчанам мясные изделия. Их еженедельно доставляет в магазин местные производители. А маленьких покупателей порадуют сладкие новогодние подарки. Их можно приобрести уже в готовых праздничных коробках. Либо собрать самим из огромного разнообразия конфет. Также для детей представлен большой выбор игрушек, железная дорога, куклы, конструктор и многое другое. Помимо новогоднего ассортимента, можно найти практически все, чем люди пользуются ежедневно. Бакалея, химия, молочные продукты и даже одежду. Магазин «Доброцен» находится по адресу улицы Чайковского, 2А. Альберт Идомнин, Ксения Высоцкая, новости 360 Ангарск. Заседание Общественного совета при Главном управлении МВД России по Иркутской области состоялось накануне. Были рассмотрены вопросы, направленные на безопасность граждан в предновогодний период и праздничные дни. Обсудили меры по профилактике криминального поведения среди несовершеннолетних. Кроме того, победителям Всероссийского творчества конкурса старшему инспектору по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Екатерине Семенюк и руководителю отдела продаж телеканала «Ангаромедия» Ивану Шмелеву вручили благодарственные письма за подписью председателя Общественного совета при МВД страны Анатолия Кучерены. Добрый день. Спасибо вам. Спасибо. Я был, чтобы как можно меньше было сложных проблем, а как можно было больше таких хороших, веселых, дружных людей. Спасибо большое. Спасибо. На шестую строчку в турнирной таблице переместился Ермак после второй выездной победы над хоккейным клубом «Брянск». В первом периоде хозяева, казалось бы, забили, но после видеопросмотра гол отменили. Кроме того, ангарчане более строго играли в обороне. Все значимые события в этой встрече пришлись на второй период, а с 22 по 24 минуту оранжевые открыли счет, утратили преимущество и снова вышли вперед. Еще три минуты спустя сибиряки забили третью шайбу. Больше голов зрители не увидели. Ермак отправляется в Подольск, где сразится с местным хорсом. И в окончании выпуска «Посвящение в шашисты» праздник с таким названием состоялся во Дворце творчества детей и молодежи. По традиции на него пригласили учащихся первого года обучения. Они занимаются под руководством педагогов. Подробности в сюжете детского телевидения «Эпишура ТВ». Всем привет! На связи «Эпишура ТВ». Я Андрей. И сегодня мы побывали на праздники «Посвящение в шашисты». Что же там было? Сейчас посмотрим. 17 декабря во Дворце творчества детей и молодежи прошел праздник «Посвящение в шашисты». По традиции в нем приняли участие ребята первого года обучения, занимающиеся шашками под руководством педагогов города Ангарска. Сегодняшнее мероприятие «Посвящение в шашисты» проводится оно с 2017 года ежегодно. Детей первого года обучения мы зачисляем в шашисты. И для детей торжественность – это очень важно. Всем были вручены удостоверения ангарских шашист и значок. В мероприятии приняло участие 29 юных начинающих спортсмена. Турнир прошел в теплой дружеской обстановке. Каждый игрок был настроен на победу и готов был продемонстрировать свои первые успехи. Миша Обухов занимается шашками полгода и уже показывает хорошие результаты. А сейчас играет наравне со своей старшей сестрой Машей. Папа Антон – главный болельщик. Говорит, очень рад, что дети занимаются шашками. Варенье, варенье, занимаемся первый год. Результаты, несомненно, есть. В любом случае, все занятия показывают себя. Детям очень нравится. А после дружеского турнира состоялась торжественная церемония посвящения в шашисты. По традиции, ребята произнесли слова торжественной клятвы ангарского шашиста. А после всем участникам в праздничной обстановке были вручены удостоверения и памятные значки. Вот так весело и интересно прошел этот замечательный праздник. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч! Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи вы можете увидеть в группе ВКонтакте. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Ангарск, нижнее подчеркивание, 360. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов Прибайкалья. В Байкальске 22 декабря пасмурную погоду прогнозируют синоптики. В обед температура воздуха составит 8 градусов ниже нуля. В темное время до минус 12. Ветер юго-западный 1,3 м в секунду. Атмосферное давление 730 мм ртутного столба. В Листвянке пасмурно, днем до минус 10 градусов. К вечеру на термометре можно будет наблюдать минус 12. Ветер северный 1,3 м в секунду. Спонсор прогноза погоды – инновационный медицинский центр «Витал Плюс». «Витал Плюс» – это самое современное оборудование. Команда врачей-профессионалов. Более 150 направлений медицинских услуг. Индивидуальный подход. Комфортное и доверительное отношение к каждому пациенту. Ангарск, 84-й квартал, дом 11. Телефон 58-34-58. Ангарский медицинский центр «Витал Плюс». Современное диагностическое оборудование. Квалифицированные узкие специалисты. Стерилизационное отделение. Полноценное операционное и комфортный стационар. «Витал Плюс». Индивидуальный подход. Обследование в удобное для пациента время. И амбулаторная помощь по основным направлениям медицины. «Витал Плюс». 58-34-58. Действуют бонусные карты и акции. А теперь о погоде в Ангарске. В пятницу переменная облачность. Днем 20 градусов ниже нуля. Ночью 27 мороза. Ветер восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите «Метеопрогноз» на канале Ангаромедия. А я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Субтитры делал DimaTorzok Все данные преступник полностью завладевает счетом своей жертвы. Не сообщайте данные банковской карты незнакомым людям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА